Добрый день. Как-то в молодости я услышал анекдот из серии ответа вопросов армянскому радио. И его спросили, сколько на свете существует национальностей. Они ответили, всего три. Русские, нерусские, армяне. Тогда это меня от души повеселило. Но вот недавно я узнал, что слово «русый» раньше означало «светлый». Причем имелось в виду, человек светлый не цветом волос, не цветом кожи, а светлый помыслами, мыслями своими, душой своей светлой. А выражение «идти на Русь» означало «идти на свет солнца», то есть «идти к божественному свету». Оказывается, до сих пор в некоторых глухих деревнях используют это выражение. «Идти на Русь» и «русый» в плане того, что человек светлый помыслами, светлой душою. И вот когда я это узнал, сразу вдруг у меня автоматически всплыл прикол, анекдот из далекой-далекой молодости. О том, что существуют только три нации, русские и нерусские, армяне. И все стало сразу понятно. Вот недаром же любят говорить, что русский – это не национальность, это состояние души. Но выходит, что в первоистоке это не русский было, а русый. Вот не национальность, а состояние души. Причем русым, светлым душой, светлым помыслом человек может быть любой национальности, абсолютно любой. И отсюда вот это выражение «русские и нерусские» становится абсолютно понятным. То есть на свете существуют всего две нации – люди с совестью и люди бессовестные. Что значит светлый человек, живущий по совести, у которого светлые мысли? Это человек, который никогда не поступит с другими так, как не хотел бы, чтобы поступили с ним. Думаю, если с этой точки зрения рассматривать этот прикол армянского радио про три нации – русские и нерусские армяне, то как получается, что на свете существуют люди с совестью, люди бессовестные и армяне, которые стоят над всеми, то есть люди-боги? Тут же мне вспоминается выражение Задорнова, который говорит «я пошутил, а это потом взяло да и сбылось». Недаром же то же самое армянское радио утверждало, что Адам был армянином и настоящая его фамилия была Адамян. Субтитры создавал DimaTorzok